Итак, ребята, продолжаем работать с JavaScript, и сейчас мы поговорим о том, без чего не стоит вообще начинать работать с JavaScript. Мы сейчас напишем код на JavaScript и на Java, не пугайтесь, Java мы потом поработаем, он вам тоже понравится. Для тех, кто начал с этого видео, так как видео это на YouTube будет, мы начали изучение языков с функцией. На сайте spb.retout.ru заходите и начинаете с путеводителя, там все направление получите. Мы изучали функции Python, функции Kotlin. Я бы хотел затронуть Java, потому что мы изучали Kotlin, там есть тип unit, который не совсем понятен, хотя я написал уроки исчерпывающие. Но тем не менее, давайте посмотрим. Итак, test. Вот мы изучили функции, почему я взял test. Переводится это и используется для того, чтобы назначить определенную переменную для вывода, грубо говоря, на лету. Но в чем же загвоздка получается? Если вы будете читать разработчиков, то найдете такую фразу, и она будет звучать здесь так. Поведение ключевого слова test в JavaScript несколько отличается по сравнению с остальными языками. Вообще, в данный язык JavaScript тест пришло из Java. Мы код Java рассмотрим. Ребят, смотрите. Если новичок начинает проходить, вот, допустим, вот этот тест пытается разобраться, то кроме путаницы ничего не получается. Почему? Потому что везде только имеется. Например, в большинстве случаев, это пустая фраза, да, в большинстве, что это за большинство случаев, определяется тем, каким образом вызвана функция. У новичка все, пар пошел. Значение test может быть установлено путем присваивания во время исполнения кода. Дальше пошли определенные методы, бинты другие. И дальше, значение, свойство выполняется, когда Global Funds, которые в нестрогом режиме, в общем-то, ребята, одним вводные. Так что же делать? Так вот, ребята, я выбрал не зря тест после функции, потому что, чтобы изучать этот язык, вообще, по сути дела, где-то 12-15 концепций надо знать. Но первая концепция, которую мы сейчас с вами напишем, но рассматривать будем позже, чтобы вы понимали, почему я так делаю. Итак, независимо от того, новичок вы или с другого языка, все равно вы окажетесь в путанице. И, чтобы вам кто не говорил, JavaScript, он действительно простой, но запутанный. Запутанный, пока вы сами не разберетесь, как вам построить. Итак, первое. Почему я взял test? Почему? Потому что оно дает возможность реально приступить к изучению следующих вещей. Что надо понимать, чтобы вообще владеть JavaScript и писать правильный код. Что такое передача по значению и посылке? Без этого понимания ничего не будет, потому что вы не будете понимать, будете вводить одни значения, а получать другие. Так как мы с вами ранее работали с функциями и поняли, что функции всегда что-то возвращают там. Даже если вы не назначаете значение, оно все равно undefined возвращает, не определено. Следующее. Самое важное. Это вот будущие уроки дальше, после вот этого кода. Это контекст. Иными словами, вот то, что сейчас, конкретный момент происходит в коде. При этом, как вы далее увидите, передача по значению посылки и контекст полностью связан. Это такие вещи, как назначение переменных. Они просто помогут разобраться, ничего они не делают, но константа, да? Let, var, константа. Это методы каль, эппл, бинт, ручное управление ТЭС. В конце концов, вот здесь я немножко, когда мы начинаем работу с лет, конст и так далее, оказывается, нам надо область видимости понимать. Понимаете, если брать Python, то там, в принципе, область видимости. Почему? Потому что в JavaScript очень четко определено движение. Если мы работаем с Python, то там человек может даже вообще и не знать об этой области видимости, и будет писать отличный код. Здесь надо четко понимать, как передвигается область, то есть JavaScript по областям. Как и что, где он ищет. Пока эта информация, ребят, не пытайтесь что-то понять. Просто есть правотолковые статьи, но не русские, да? Которые, в принципе, объясняют. Итак, ребята, пока прочитаем одну фразу. Контекст всегда является значением тест ключевого слова, который является ссылкой на объект, который владеет, исполняет данным моментом функции, на которую он смотрит. Для новичка полная каша. Иными словами, иными словами, не пугайтесь, разберем по пунктам, начнем с кода. По сути дела, вот я, когда открыл вот эту вещь, я примерно написал, что надо знать вот в этой статье. То есть то, что те знания, которые должны быть, да? Уже, по сути дела, читаю эту статью. Но это еще не все. Слово «контекст», которое вы будете использовать везде. Почему? Потому что... Итак, ребят, не переживайте, разберем все по пунктам. Будет понимать даже первоклассник. Давайте каким-то образом, как мы с вами договорились, чтобы не читать вот это, что они описали, потому что, в принципе, с этого толку никакого нет, а в голове разместить определенный алгоритм и уже, исходя от него, плясать. Я всегда говорю, не важно, что есть справки, важно код, который вы будете писать. То есть замысел и смысл вкладываются где? Не в языке, а у вас в голове. С чего мы начнем? Для того, чтобы код, который мы будем писать, возможно, в следующем уроке, чтобы длинными уроки не делать, давайте заложим себе два понятия первых, да? Вот это все мы рассмотрим, не переживайте. Итак, типы данных MDN. Ребят, правило первое закладываем. Вот читаем. Шесть типов данных, являющиеся примитивами. И себе записываем. Записываем. Такую вещь. И это запоминаем сразу. И это запоминаем. А звучать это будет так. Что нам надо запомнить? Сейчас посмотрим пример. Итак, при использовании любого примитива, то есть, что такое примитив? Это тип данных. Ну, например, строка. Мы его уже с вами использовали. Позже будем использовать и другие. Число, булевозначение, да? If, else, там, undefined, неопределенная переменная. В общем, вот их не так много. Нуль я не смотрел еще. Ну, нас интересуют сейчас вот эти вот примитивы, да? Конкретно примитивы. То есть, даю ссылку примитивы. Так вот, ребята. Вот это нам надо. При любого примитива. Ссылочка. Ссылочка. GC. Ой. GC, то есть JavaScript. Всегда работает со значением этого примитива. Иными словами, лет позже рассмотрим, пока напишем код, который нам все равно будет понятен. Берем примитив, строку, но самое простое. Видим, обозначается строка двумя двойными кавычками, да? То есть, берем строку. Ну, например. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вар. Пусть будет... Пусть будет... Как тут нам назвать? А так и назовем. Значит, примитиве один присвоить... Строку. Это и есть значение. Иными словами, ребят, то же самое, что... Смотрите, не то же самое. То есть, когда есть тип данных, строка, число, то есть, примитивные, которые мы рассмотрели, их там немного. Здесь JavaScript всегда будет работать со значением, то есть, напрямую. Иными словами, мы можем четко вызывать вот эту вот переменную. И обязательно получим конкретно это значение. Все, без всего. Здесь все банально просто. Вызываем консоли лог, то есть, программа, которая нам дает возможность прочитать консоли. И берем вот имя переменной, примитива один. Ставим точку запятой и нажимаем вызвать программу. Это и есть значение. Все, все банально просто. Итак, ребята, записываем, запоминаем. Вообще, сразу киш от компьютера, если не соблюдаете правил, которые я даю школе. Немножко отвлекусь. Ребята, вот здесь есть подготовка и есть на YouTube видео 250 втруктов в день. Это, это однозначно. Если вы, то есть для вас, вот я пишу видео, это для вас первый шаг. Я это знаю, мне это не нужно. Если вы изучаете, вот мы с вами изучаем вопрос. Вы написали столько кода, сколько и я. И все. Ребят, кидайте. Вы не любите программировать. Вы по-свински относитесь к языку. Идите лучше займитесь делом. Хотите программировать, да? Спрашиваете, как? Так, 250 строк кода. То есть мы отработали. А что вы должны были сделать? Абсолютно верно. Глотать. Глотать. Все слова, которые я сказал. Я говорю, строка, вы уже должны были залезть в поиск и набрать. Строка GC. У вас идет работа, да? Строки GC. Дальше, примитив. Вы должны были набрать. Вы должны работать. То есть это для меня видеоурок. А для вас это только первый шаг. А дальше вы должны как негра вкалывать. Как негра. 250 строк кода написали. Тогда более-менее чего-то. Поняли? Ребят, это полный серьез. Вот это видео тоже, да. Для новичка вообще основная задача отработать систему наработки кода. Все остальное придет. Если будет система, она вас как винты грибные выкинет наверх. Итак, продолжаем. То есть, примитив. То есть, конкретный тип данных. Строка, число, булево значения. Работает со значением. Иными словами, мы просто обращаемся к переменной и четко получаем то, что у нас записано в типе данных. Тип данных строка, в данном случае в языке JavaScript, обозначается при помощи кавычек. Теперь, сразу считайте на убой. Как только вы сейчас представляете, ага, мне понятно. Строка этого слова. Все, вон сад, вон, вон отсюда. Я вам дам представлять так. Запомните, никогда не ассоциируйте строки, что это вот то, что написано. Вот это что? Вот когда передается, вот допустим. Что это? В данном случае это строка. Это слово, черта с два. Это, поэтому, для JavaScript это массив, да? То есть, что такое массив? Коробочку с апельсинами, представляете, да? Вот все. В каждую клеточку по буквочке. И разложили в массивчик. Вот так внутри оно раскладывается. В Python это будет последовательность. Камешки разложили на асфальте. Один, два, три, можно пересчитать. Поэтому, ребята, строкой может быть все, что угодно. Правильно представлять это последовательность, либо массив символов. У вас в голове так. Так, это может быть слово, это может быть какой-то код. Это не важно. Но никогда не ассоциируйте строку конкретно, тип данного строка, только со словом. Это одно из. Запомнили? Молодцы. Отлично. Здесь мы поняли. Ребят, смотрите. Самое главное, что понимать. Сейчас вот вводим сначала понятие без тест, понятие контекста. Контекст это момент выполнения кода. Почему? Потому что по сравнению с Python, с Kotlin, с Java, там с C плюсами, вам может показаться, что JavaScript беспринципный. Вот смотрите. Так. Нажимаем опять. И это есть значение. Смотрите. Вот он и это стерпит. Мы можем присвоить вот здесь вот значение. Давайте вот так. Консоль лог примитив 1, присвоить значение. Ну, ляха-муха. И запустить. Перезапустить. Ну, и смотрите. Опять отработал. Почему? Потому что мы ориентируемся, ребят, в языке JavaScript только на одно сейчас правило. Если это тип данных примитивный, строка, число, то ориентируемся в данный момент выполнения кода. Здесь есть значение. Почему мы примитива 1 задали прямо вот при вызове другое значение, и он вызвал. Контекст здесь находится. Здесь. Здесь пуп земли. Или мы можем сделать так. Например, в программе примитив 2 ничего не означает, допустим. Дальше. Консоль лог примитив 2 вывести. Там значение есть. Пустая строка. Это тоже значение. Но, тем не менее, давайте посмотрим, чего выдаст. Все проверяйте. Так. Ничего не выдало. А сейчас... Выдало. Итак, вывод. Когда мы далее будем изучать тест, там контекст имеет огромное значение. Сейчас пока я хочу, чтобы вы сориентировались так, что, еще раз повторяю, когда примитивный тип данных, которых не так много, то JavaScript, интерпретатор JavaScript, всегда работает со значением. Иными словами, контекст вывода всегда здесь. В данный момент, вот мы с вами вводили здесь, так как это значение, он значение вывел. Потому что от этого зависит много. От этого зависит потом одно ожидаете, второе получаете. Да, для ребят школы мы с вами же изучали функции Kotlin, ребята. Там все проще, согласитесь. Проходим здесь функции Kotlin, это обязательно. Там есть что? Var и Val. Объявление функций. Там все просто. Var изменяемый, Val неизменяемый. Все четко. Решил не менять, что это будет столпом. Объявляем Val. Здесь есть константы. Мы будем изучать чуть позже. Теперь, если мы заострялись на значении, на значении, да, то есть, когда JavaScript работает со значением, значит, есть второе частота, да. То есть, когда GC работает ссылкой. По сути дела, для тех, кто когда-то программировал на Python хотя бы, там часто имеет значение с ссылкой. Там же как объявляется переменная. Там не надо объявлять там var, val, то есть, нет ключевых слов. Там просто ты... Сейчас, секунду. Ну, не буду сейчас Python показывать. Там A присвоил значение 5, и оно выведет 5. То есть, просто ссылается на область памяти. Здесь тоже такое есть. Ребят, вот еще что очень важное. Вот здесь вот, сейчас поймете. В данном случае, в данном случае, в высшем примере, в JavaScript все являются объекты. Мы с вами говорили. Так вот, в данном случае, мы работаем со значением. То есть, это важно, ребят, потому что в следующем примере вы увидите изменение самого объекта. Здесь объект строка, в данном случае, смотрите, мы работаем с копией объекта. Ребята, очень важно. Смотрите, вот был наше переменная примитив. Объект это строка. Сам объект, да? А вот это слово, это и есть значение, это значение объекта. Поэтому, когда мы, допустим, там присвоили значение или выводили здесь, объект не менялся. То есть, строка не стала числом, строка не стала киснута другим, строка осталась строкой. Иными словами, мы работаем с копией. Вот копия, здесь передалась копия, вот считайте так, копия строка, копия чего? Строки, то есть, две двойных кавычки. Это самопередалась копия объекта, объект строка. Понимаете? Объект не изменился, он не стал числом, он не стал чем другим. А значение мы могли записать, что хотим. Ведь объекту остался, и JavaScript нам выдал значение. А вот теперь, давайте мы откроем опять еще один важный момент, архиважный. А вот теперь смотрим дальше, типы данных, мы с ними будем позже работать. Ну, объекты, да? Тип данных объекты. По сути дела, это для хранения каких-то больших данных. Это еще не массивы, хотя в массиве и так же работает, будет по-другому. Объект обозначается так. Тип данных объект в GSC обозначается фигурными скобками. Это тип данных, ну вот познакомимся. Тип данных объект. Объект. А вот давайте теперь смотреть, что происходит здесь. Берем переменную. О, мое. Ну, возьмем пока примитив, чтобы не совпадали, это будет 3. И примитиву присвоим объект. То есть, в объект может много чего записываться. И пусть это будет OBJ. Объект, ну, как в Python, так и здесь всегда объект. Коротко обозначается OBJ. Ну, можно как хотите. Можно там и имя, и возраст. Это зависит от контекста. Мы просто вот объект обозначим. И пусть это будет... Я сам изменился. А теперь, что мы сделаем? Пусть будет... Возьмем переменную var. Назовем ее примитив 4. Примитив 4. И присвоим значение... Присвоим значение какое? Ну, понятно. Примитив 3. Забыли кавычки. А теперь давайте смотреть, что происходит. Чтоб не набирать. Так. Вот что нам надо еще сделать. Теперь... Теперь... Вот что мы сделаем. Примитив 4. Примитив 4. У нас ссылается на объект OBJ. На объект. На объект. И присваиваем ему значение. Я изменил объект. Хрен вам. Ожидаемый результат. Если путаница в голове. Итак. Примитив 2. Примитив... Что у нас? А, примитив 3 выводим. Смотрите. Мы ведь изменили объект примитив 4. Вот этот, да? Вот здесь. Приравняли. Хотя там мы получали разные значения. И по сути дела... Давайте посмотрим, чего будет. Вот это пока, чтобы нас не путало, закомментируем. И запустим. Объект. Я изменил объект. Хрен вам. Ожидаемый результат, если путаница в голове. Хорошо. Здесь мы вывели объект 3. Да? Нам непонятно. Но по сути дела, смотрите, что происходит. Ну, если мы выводим объект 4, то вот эта формулировка нас бы устроила. Ведь мы в 4 присвоили объекту. А объект 3... Давайте еще раз запустим. Офигеть. Я пишу программу. Думаю, кто как. Думаю, как, в принципе, немножко в других языках, да? По сути, примитив 3. У меня должен работать, я должен получить. Я сам извинился. Я сам... Вот тут надо было бы не изменился. А у нас получается, что мы вводим что 3, что 4. И получаем один и тот же результат. Я изменил объект хремом. Ожидаемый результат, если путаница в голове. То есть мы-то ожидали, что в каком-то случае хотя бы это выведется. А что получилось? Угу. А получилось следующее. Получилось следующее. Ребят, смотрите. Давайте раскомментируем. Теперь этот путь нам понятен. Чтобы... И теперь улавливаем суть. Вот наш код. Предыдущий, следующий. В первом случае, ребят, помните, я говорил. Мы работали с копией объекта. Копия это и есть сам объект, строка, который в принципе обозначен скобками. То есть с копией. И ссылались конкретно на значения. Иными словами, мы брали переменную, указывали другое значение и получали. Могли не вводить переменную, получали это, ввели, получали вот это. А здесь, в этом случае, мы работаем с ссылкой. Иными словами, в случае первым. Вот наш объект строка был. То есть, когда мы делали какую-то операцию, мы получали копию. И у нас получалось, что вот эта строка была строка там бла-бла-бла, а эта строка могла быть бла-бла-бла-бла-бла. То есть мы меняли значение и получали, что хотели. А JavaScript так отрабатывал. Здесь, в случае с объектами, у нас есть, считайте, вот это у нас компилятор, да, интерпретатор. И здесь есть, и там была, и здесь есть, сейчас покажем. Там была область памяти, да, мы получали копию. А вот здесь сам программист, ну, своим кодом умным, хочет получить то, что ему кажется правильным, но получает обратное. А здесь, когда программист пишет код, он получает ссылку, ссылается на сам объект. То есть сам объект, который и обозначается. То есть мы получили, ссылались, и вот у нас было OBG, да, и там у нас было определенное значение. Объекту OBG присвоено значение, там было, содержал строку, да. Строку я тут, у меня не получится в этом редакторе. Здесь мы ссылаемся на сам объект и меняем, получается, его напрямую по ссылке. То есть ссылается на область памяти. Копии мы не получаем, понимаете? И получается что в данном случае? В данном случае, в данном случае у нас был объект, мы создали новую примитив, давайте так сначала, создали переменную примитив 3. Она имеет тип данных объект, тут может быть все что угодно, и мы создали там объект, у которого значение строка. Потом, следующим шагом, мы создали переменную примитив 4 и присвоили значение примитив 3. По сути дела, ну, по нашему разумению, что примитив 3, вот этот должен был вывести, примитив 4, то, что мы ему обозначим. Так вот, это не примитивы, ребята, это объекты. Это примерно то же самое, что одно дело, смотрите. Одно дело, мы получаем сколько угодно копий, а другое дело, мы уже засунули руку в сам объект. И прописывая значение какое-то новое, мы его изменили. В области памяти он уже имеет вот это значение, и сам объект изменился. Он там изменился, ребята. И поэтому мы начинаем офигевать. Как это так? Выводим примитив 3, примитив 4, получаем одно и то же. Смотрите, вот это то, что мы хотели бы получить, не получается. Почему? Потому что вот в этой строке мы изменили сам объект. И теперь в области памяти хранится что? Правильно, хранится вот эта вот строка. той уже там нету. И никогда, считайте, не было, потому что если интерпретатор не знаешь, значит не было. Там ее, он даже не знает, что она когда-то была. Мы полностью изменили объект. Понимаете? Мы объект изменили. Просто? Просто. И поэтому сейчас мы получаем вот такой результат. Так вот, первое правило, которое надо себе уточнить и дальше работая с JavaScript только с этим уклоном. Обращение обращения по ссылке на область памяти, где хранится сам объект. Вот отсюда начинают то и ноги расти в понимании JavaScript. JavaScript. И такие вещи так ведут себя. Ну, вы будете сталкиваться в основном объекты, функции, массивы. Объект это вот мы сейчас и будем писать код в следующем уроке. Массивы будем изучать. Иными словами, ребят, ведь это самая большая ошибка, когда человек приходит в JavaScript и не понимая, он начинает работать с объектами в принципе как с примитивами, со значением. Вот так, если мы начнем рассуждать, что перенесем нашу логику например с каких-то других языков и подумаем так, если примитив 3 здесь у нас объект имеет значение, ну, представили, типа это словарь, там как бы в Python общее сравнение, да, ключ значения, то по логике наше значение всегда будет ключ не меняется, да, а тут бац, мы получаем иной результат. А что будет в программе, ребят, да, вот отсюда и получается, что пишем одно, получаем другое, разделяем голове сейчас то, что о чем говорили. Нельзя применять логику работы с примитивами к логике с работы с объектами, целостными объектами. Объект, массив, мы будем изучать функции, а функции мы сейчас касаемся. Почему? Потому что в первом еще раз это повторяю в тысячный раз, но это важно, повторю в тысяча первый. В первом случае мы работаем с копией. Объект, в данном случае строка, мог бы быть и так, смотрите, примитива 1 при свое значение там 45, это число, то есть объект число, правильно? а уже там они какие бывают разные, да, объект number, да, число, то есть потом мы могли написать 65, 75, но это было всегда число, сам объект number не поменялся, то есть он не стал строкой, это поняли, значит запоминаем то, что касается функция, мы с вами начали узнать, это объект, массив это объект, вообще все объекты, и допустим вот объект, вот именно это и называется объект, объект тип объект, здесь мы ссылаемся на сам объект, и меняем сам объект, давайте попробуем провести эксперимент, чтобы уже до конца и первокласснику стало, вот здесь смотрите, что мы сделаем, в первом случае мы вот здесь введем еще один консоль и лог, консоли лог привата один и присвоим ему число пять, посмотрим что будет, съел, да, съел с копией, все нормально, при этом смотрите, работая с значением это и есть значение, дальше ппп пять, ну, все съедает, меняй значение и все в любом случае но здесь есть несостыковка, но я эту несостыковку использовал, чтобы вам объяснить, но несостыковка есть, ведь сейчас получается было строка стало число, поменялся сам объект, сам объект примитива один не поменялся, поменялось значение, на число, да, это теперь number, а не строка, но ведь главное, что надо понять, что мы работали со значением, да, я объяснял, что строка не изменилась, надо было еще добавить тогда, ну, ведь мы писали ппп в пределах строки и выводим последнее правило, на что смотреть в примитивных типах, только на значение, меняй его как хочешь, переменные будут себя вести по-разному, и выводи хоть 10 переменных, и все они будут выдавать значение, которое им присвоил, давай посмотрим здесь, здесь, во-первых, вот так сначала сделаем, но присвоим число, запустим еще раз запускаем, не current файл отсутствует, да ничего у нас не отсутствует, у нас все нормально, отработало, отработало, смотрите, что интересно произошло, вот ребята, смотрите, вот это был объект, который мы записывали, давайте вот так вот сделаем, это опять уберем, и вот здесь очевидно, я сам объект, смотрите, мы сначала меняли примитив 4 объект, и присвоили вот такое, я изменил объект, хрен вам, а потом тому же объекту присвоили число 5, что выводит, и 3, и 4 уже у нас объект 5, хотя у нас вот этот код есть, но он не выводится, потому что последняя строка полностью изменила объект, и мы уже не можем как здесь, видите, как здесь мы ожидали, выводили и ппп, и 5, работая со значением, здесь изменился объект, а это уже просто висит в коде, Итак, ребята, на этом пока закончим, это первый вопрос, который надо было приставить, вы не переживайте, все это отложится, делаем вывод, надо это запомнить раз навсегда, есть примитивы, мы работаем с копией объекта, с объектами функции, объекты массивами, мы работаем ссылкой на объект, и изменяем сам объект, а не его значение, поэтому здесь и получаем, что вроде у нас есть значение такое, но мы получаем 5, и при этом все изменилось, учитывайте это в программах, пока на этом все, в следующем уроке напишем уже код с этим пониманием,